Рак Так, это первый мой прямой эфир. Вообще за все времена чувствую себя как старичок, которому показали, как работает мобильная связь. Историческая хуйня. Я, как это называется, вообще не перископ, это как называется инста-что-то. Короче, я одинаково в этом не шарю. Так, о, здорово, Этикин, what's up? Вижу тебя здесь. Привет, Сэмми. Так, короче, вот это вот билет на Кенри Каламара сегодня в Стокгольме, который у меня остался лишний. Нужно придумать какую-то красивую историю, что... Так, всем нашим салют. Тут еще Клодмани нарисовался. Нужно придумать какую-то красивую историю насчет того, что я пригласил девушку, но она меня наебала и не пришла. Так, привет, Кристина. Привет, Джимба. Все наши тут, я смотрю. Привет, Власова. Блин, одни мои знакомые. Где случайные люди? Так, короче, вот, чтобы вы не думали, что я пижу. Вот, короче, билет. Вот. Я, конечно, мог, в принципе, подойти просто к случайному человеку на улице. О, привет, Роман из Питера. Давно, кстати, вы не виделись. Так, короче, да, чтобы вы не думали, что это пиздеж. Вот, билет. При этом я мог его, в принципе, отдать случайному человеку перед стадионом, перед залом, но подумал, что пусть лучше он достанется какому-то русскоязычному, правильно, который находится в Стокгольме. Это все-таки take care of your people. Вот. Так, 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 что вы мне еще рассказываете? Я, короче, сижу в холле гостиницы, вот, и жду первого человека, который придет, заберет этот билет. Так, привет питерским околофутбольщикам. Привет, Аня БМ. Так, что пишет Джимба? Билет на Ламара. Да, 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 да. Привет, Краснодар. Так, привет, Макс Чумин. Ёлки-палки, я всех знаю, походу, в этом чате просто. Это какие-то ламповые посиделочки. Сколько лет я держался. О, Киевстонер, здорово. Так, а можно же еще как-то переназвать, да, эту хуятину? Как это здесь делается? Бля, я вообще не разбираюсь. А потом это все выставят на Ютьюбе. О, привет, Марк. Выставят на Ютьюбе. И привет, храмов. И, короче, будут комментарии типа, фу, блядь, почему так много материться? Это и правда. Постараюсь материться меньше. Это некрасиво. Я уже преклонных годов человек, как бы, ну, надо как-то и честь знать. Так, окей, как сделать, блин, как назвать эфир тут? Черт подери. Черт подери, вот. Так, пацаны, как, и девчонки, как переназвать эфир? Впервые вижу трансляцию в Оксе. Я тоже впервые вижу трансляцию. Сидит тупо дед, разбирается в хумпутере. Именно так. Это именно то, что сейчас происходит. Но вы, походу, тоже все деды, потому что вы не можете мне сказать, как переназвать трансляцию. Ару, какие твои голды? Может быть, годы? Или имелось в виду именно мои голден зубы? Никак, тут никак. Не назвать, не переназвать трансляцию? Что это за перископ для бедных? О, Андрей Кошкин, здорово. Так, Роман Дадова, не виделись. Сэмми, салют. О, салют, если Бюргера увидишь, передай ему привет. Так. О, Яна, привет, привет. Яна Болотенко, what's up, what's up, what's up? Очень крутая последняя картина, ты сама все знаешь. Так. Так, так, так. Ну, короче, ладно, не будем переназывать трансляцию, но суть ее заключается в том, что я сижу вот так вот по-хамски, значит, ноги поднял. Это не была реклама кроссовок, если что. Это не была рекламная интеграция. Вот. Вы даже не увидели, какого бренда кроссовки. Короче, кто первый? Кто получит этот билет? Кто получит билет на сегодняшний концерт? Кендрика нашего Ламарика. Что с голосом? Я просто только что проснулся. С голосом все окей, кстати. Только что проснулся, потому что что-то много последние дни летал и мало спал, как обычно. Бросай все, давай в Воронеж. У нас есть мандарины. Кстати, Власова у меня есть офигительная фотка с этим мандаринами. Абсолютно сюрреальная, как из фильма Дэвида Линча. Так. Киевсторону... Стоун... Что у меня с речью? Киевстоунеру еще раз салют. Треки, треки, треки. Слушайте, ну, все, я же на пенсии. Какие треки? Я уже просто медийное лицо. Буду торговать им до старости лет. А треки пусть пишут молодые. Рэп – это война молодых. Я думаю, что в 33 самое время уже ходить просто на концерты, раздавать билеты и на этом остановиться. У печи, что ли, сел? Да. Да, Долгов. Я сел у печи. Здорово, кстати, Долгов. Вот такая вот печь. Она не очень убедительно выглядит, но, тем не менее, создает уют. Архангельск тебя ждет. Я тоже жду Архангельск когда-нибудь. Когда-нибудь. С прошедшим тебя. Спасибо. Так. Ну что, ребятки, кто получит этот билет? Я знаю, что должен какие-то, как и на этих телешоу, делать это более интересное. Типа, кто получит билет от пенсионера? Кто его получит? Тут еще такая красивая наклейка. Это Женя налепила какую-то красивую наклейку. Он такой грустный подсолнув. О, Искандер, салют. Салют. Как дела в туре? Я так вижу, что все супер. Это очень радует. Всем вообще буки-машиновским, кто смотрит, неважно, артистам или сотрудникам, большой-большой салют. Скоро снова буду в офисе. Я думаю, что послезавтра. Или на днях. Почему стадиона Челябинска не было? Я не помню, если честно. Если честно, я не помню. А сам не идешь, что ли? Нет, конечно, иду. Конечно, иду я в Стокгольме из-за этого. О, это мне написал Гарри Топор. Вотсап. Так, тебе привет от Бэт. Да, Сэмми, тоже передавай Бэт Робот, привет. О, так, тут, блин, куча знакомых рис просто. Флажок, не флажок. Вотсап. Передай, пожалуйста, господина Румянцева, что я скоро ему отвечу. Просто пока не успел. Я видел, что он мне там написал, что-то присылал. Так что буду скоро разбираться. Совсем скоро. На самом деле, Мирон умер два года назад. Это клон. Да, да. Ну, собственно, меня собрали на той же фабрике клонов, что и клон Гуччи Мэйна. Поэтому я такой же прекрасный, как и его клон. Фрешблад когда будет? Очень скоро. Очень скоро. Хотя, кстати, не наврал ли я ненароком? Ну, очень скоро будут какие-то новости о Фрешбладе, скажем так. Историческая трансляция, идеальное название? Нет. Идеальное название – это билет, лишний билет на Кендрика, на Ламарика. Так. Вижу, как Асикин тут усыкается просто. Как в ЛА все, бро. Салам алейкум из Казахстана. Алейкум салам. Летит Казахстан. Я обязательно все-таки до вас доеду. Я знаю, что вы ждете просто тысячу лет. Ну, не тысячу, но сколько. Я был в Казахстане в 2011 году. И с тех пор не был. И, конечно же, очень хочу приехать. Вот. Наверное, Израиль и Казахстан – это два места, куда я прям должен приехать. Какой красивый мужчина. Нет. Нет, это неправда. Я не красивый мужчина. Я просто обаятельный. Это немножко другое. Оксишоп. Вотсап, ребята. Вам тоже всем обнимашки. В общем, вас ценю, вашу работу и все такое. Так. Как много неизвестных мне ников. О, здорово. Аудит Юд, это мой чувак из Нью-Йорка. Вотсап. Вотсап, братан. Рад тебя видеть. Так. Слам с Киргизстана. Киргизстан. Произносится Киргизстан. Напишется Киргизстан. Сам ты господин Леха говорит. Окей. Короче. Пусть Леха не обижается. Так. Я просто его всегда называю господин Румянцев. Как-то это все-таки некая такая возрастная субординация. О, наши люди из Киева потянулись. Салют тоже. Блин, я тут половину народа знаю реально. Так. Когда к Дудю, когда в Волгоград. Да и, наверное, не скоро и туда, и туда. Как бы я не... На самом деле, никакого негатива к Дудю-то не питаю. Скорее наоборот. То есть не скорее, а точно наоборот. Он на самом деле большой молодец. Просто вот там был один момент, плюс, ну, постановка вопроса мне не очень нравилась. Плюс мне реально туда не очень хочется просто сейчас идти, потому что я не вижу смысла как бы. Мне кажется, если я что-то сделаю прикольное, интересное, тогда... Ну, тоже, наверное, не к Дудю, потому что как-то у Дудя круто. Но мне кажется, не только Дудя сможет задавать сложные вопросы. Все, я пришла. Привет, прикинь, я опять про Дудя говорю. Жесть какая-то. Я, значит, вовремя пришла. Нет, 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 Женя, Кристина. Короче, нет, Женя, у тебя есть билет. Зачем тебе два билета, глупый человек? Так, вместо треков уже пора продюсировать. Все же на пенсии уже. Russian Master P. Слушай, я надеюсь, что я все-таки... Рома, я надеюсь, что я не Master P. Так, я же, я понимаю, что он человек серьезный. Заработал в свое время много, но артисты там сомнительные были. Он будет спрашивать тебя про то, как ты любишь иметь баб. А, Дудь? Ну, слушай, ну... На самом деле, я не знаю, что может Дудь мне... Какой вопрос может он мне задать. Или там любой другой интервью, который бы меня как-то сбил с толку. Хрен его знает. А про то, как я люблю иметь баб. Это очень странная формулировка. Но ты Власова, поэтому я тебе прощаю это на раз-два. Так. Питерская суета ждет. Да? Да? Скоро в Питер. Назад. О, Дайм. Ты все пропустил, Дайм. Здесь пенсионерская раздача... Ты присоединяешься, разумеется, к ней, как заслуженный пенсионер. Раздача билетов на Кенри Каламара сегодня в Стокгольме. Я в Стокгольме. Так. Я, кстати, сейчас я понял, почему люди подсаживаются на это дерьмо, потому что это... Ну, типа, что-то в этом есть. Да. Но мне кажется, это будет последняя трансляция. Прикольно сделать одну, типа, и все. Это стиль. Где, где, где мои люди? Никому не нужен билет, елки-палки. Ну, как бы все, видишь, у Кендрика все пошло вниз уже, он не актуален, как бы. Никому не нужен билет на него. Что? Слушай, если, кстати, вам нужно ехать, езжайте, я просто дождусь, потом возьму таксо. Окей. Так. О! Косинская Анна. Здравствуйте. Почему остановить? Это единоразовая акция. Больше такого не будет. Так. Будешь ли участвовать на Версус? Ну, очевидно, что буду когда-нибудь. Когда в гости бро ждем в Нью-Йорк? Пока не знаю, но думаю, что достаточно скоро, потому что там очень круто, мне у вас очень понравилось. Так. Косинская со своим классическим мастерством подъеба. Да, я думаю, что это первый и последний раз здесь. Да, и мы тоже вас за это любим, именно. Точнее, тебя. Так. Что еще здесь происходит? Так. Лесть пошла. Похвала. Похвала и лесть. Грубая лесть. Будут ли фиты с западными артистами? Возможно. Возможно. Возможно даже... А, подожди, я же сказал, что у меня песен больше не будет. Нет, не будет цветов. Не будет цветов. Все. Пенсия. Пенсия. Так. Так, а я завтра в Вильнюс-то обратно. Слушай, в Вильнюс, кстати, прекрасен. Я не скажу, как я лечу обратно и когда, потому что... Это здесь я могу проворачивать такие акции и сидеть, ждать людей в отеле, а как бы в других странах будет сложновато. Ну, в смысле русскоязычных, понятное дело. Бро, что случилось, что ты в прямом эфире? Ну, еще вопрос. Давай. Все лаутно нужно. Ну, так может, выясните, уровень заряда аккумулятора? Вот, кстати, еще одна тема. Мне нужен пауэрбэнк. Так. Спасибо большое. Ну, тут мало. Слушай, давай вы с ним встретитесь, и это будет более правильно. А после концерта повисим? После концерта у нас видос. Какой видос? А, я понимаю, но неважно, мы повисим, я буду правильно мониторить эту тему. Так. Я пропустил все, что вы писали. I'm sorry. Люди, давайте, давайте, не тупите. Нам нужно знать, кто, кому достанется этот... Этот билет. В Уфу. Так я в Уфе был позавчера, ребятки. У вас очень холодно. Просто нереально холодно. Я офигел. После этого погода в Питере казалась, в Москве, точнее, просто... Просто вообще божественной. Так, украинские флаги пошли. What's up. Да, им. Так, потом... Да, я напишу. Ну, я думаю, что будет офигительно. Тут, мне кажется, ну... Шансы того, что этот концерт будет средненький, по-моему, практически равны нулю. Мы это все понимаем. Это шламар, елки-палки. Мне кажется, у меня будут комплексы неполноценности после этого концерта, как у лайф-артиста, по конец своих дней. Но, может быть, это круто, потому что снова захочется как-то улучшиться. Кто на разогреве? На разогреве капа и картель. Так, подними камеру, я вижу, что у тебя в ноздрях. У меня в ноздрях волосы. Волосы – это нормальная мужская тема. Я даже один раз купил себе такую штуку, которой можно брить волосы в носу, но как-то она так и лежит где-то. Мне кажется, я проебал. Так, ну, ребята, давайте, давайте. Нет, не разочаровывайте меня. Вокруг там какие-то такие европейские обыватели, ухоженные. А русскоязыча нету. Здорово, алмазов. Лысеешь, да? Да, это правда. Это правда. Все мы не молодеем. Так. Да хорошо, алмазов, все хорошо. Надеюсь, у тебя тоже. Настоящие мужики жгут волосы в носу зажигалкой. Это, кстати, напоминает то, как берберы, барберы турецкие обрабатывают волосы в ушах, что тоже достаточно большая проблема взрослых мужчин. Вот, но в носу о таком я еще не слышал. Мне кажется, это какой-то экстрим. Что думаешь про ЛГБТ? Ну, я не очень много думаю про ЛГБТ. Вот, ничего особо ужасного не думаю. Где, здорово, снова наши парни из Питера. Усап, усап, усап. Господин Москвин, старший, младший, точнее. Так. Ты реально считаешь фейс аталантичим? Ну, я думаю, что он далеко не бездарный молодой человек, конечно. Так, Смук и салют. Че, че, че. Кроме того, не все же талантливы, допустим, в лирическом плане, да, там, именно в написании текста. Кто-то талантлив в плане того, как он себя подает народу, какие-то новые фишки придумывает, какие-то новые ниши заполняет. Так что талант бывает разный. Твет, салют. Так, пропустил сообщение Талмазово, что там было про енота и горгород. Короче, напиши в личку, бро. Так. Давно общался с Нолимит? Да, достаточно давно, достаточно давно. Ты куришь? В данный момент нет, но у меня вечная, вечная война с курением. Будет фрешблот, гуди. Да, пиши в личку, бро, тоже. Ты где сегодня торчишь? Я в Стокгольме, ребята, в Стокгольме. Впечатления от фильма горгород очень... Я даже, честно говоря, не стал смотреть, я начал смотреть, это было очень плохо, по-моему, это очевидно. Вот, поэтому, ну, таких фильмов можно снимать 20 тысяч. И меня поражает опломба этих людей, которые это выпускают, считая, что это хорошо. Ну, очевидно же, что там просто с первой минуты, что это ужасно. Вот. Я не хочу никого задеть, но, блин, это тупо набирает просмотры на том, что я сейчас популярен. Это не очень клево. Вот. Поэтому даже не будем, даже не будем пярить. Это какое-то абсолютно хобби, хобби кинцо. Так. Зачем в Пелевенщину полез Сцуку? О, Шарон это написал. Сава, Савро. Как ты? Ну, да, я понял вопрос, потому что я знаю, что ты фанат Пелевена, то есть это такое, ты немножко ревнуешь. Ну, сори, влез. Так, так, так. Йо, йо, йо. What's good, what's good? We got the US battles in here as well. What's good? Опа. Да? Все? Ты тот самый человек. И ты, между прочим, в лайв-стриме сейчас. Они сидят, ждут, типа, кому достанется. Все, короче, у нас есть победитель. Как тебя зовут? Стас. Мироныч, приятно? Привет. Так, да, давай, короче. Ой, бля. Вот, доказывай, что ты сделала. Я ничего не сделала, перевернуть должна была. Так, короче, вот. It's for real. Not for shit. Знаешь, это правда. Пожалуйста, а ты здесь и все? Нет, я приеду. Мы не на концертном? Да, естественно. Так. Почему я тут еще делала? Подожди, то есть, это ты забираешь еще один для кого-то или нет? Я могу оставить. Нет, я не знаю. Ну, можно отправить, а чего нет. Подожди, подожди. Если ты просто так его забрать... Я просто хотел с тобой. Ёлки-папа, тогда это не победитель. Нифига. Конечно, очень приятно. Давай с тобой пообщаемся. Вот, но мы ждем тогда настоящего победителя. Что, вы не только не ходил. Все, ты первый. Вот, я 10 минут здесь. Давай, возьми, может быть, стул. Или как? Давай на фото перетащим. Вот так вот бывает. Оказывается, это не победитель. Только переверни себя. Я переверну себя. Это Женя. Женя, мы с тобой оба выглядим. Я выгляжу как дед, а ты сейчас выглядишь как бабушка в этом капюшоне. А как перевернуть? Я реально тупой. С правой стороны, там такая худнялая, такая круглая. Не, 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 гангшит. Гангшит, гангшит. Так, присаживайся. Давай вместе с тобой будем перескопить. Так, значит, план действий. Можешь мне скинуть всю инфу, короче? Скинь мне в Telegram, ладно? Потому что у меня же не будет сети. Я только имею в виду... Мы встречаемся на местах? Нет, мы не встречаемся. Мы встретимся в этих клинах. Но только ты можешь здесь быть не больше 15 минут. Через 15 минут нужно сваливать. Ребята, поспешите, пожалуйста, потому что вот... Блин, забыл. Стас, все. Со второго раза точно запомнил. Стас оказался... Так, это мой билет. Стас оказался не победителем, потому что у него уже есть. Он победитель по жизни просто. Но у него уже есть билет. Поэтому... Так, вот пошли какие-то просто вопросы. Детские, в общем, про то, как... Считаю ли я Ларина чушкой. Привет. Скажите, что у вас нет билета. У нас есть билет. Да елки-палки! Это фан-встреча просто. Блин. Так, сейчас, одну секунду. Привет. Привет, я Таня. Очень приятно. Привет. Слушай, я, короче, понял, это подстава какая-то. Здесь не будет. Хорошо, в итоге мы просто... Так, вот еще девчонки пришли. Помашите это лайк. Это моя первая и, походу, последняя трансляция в Инстаграме. Вот. Короче, присаживайтесь. Мне кажется, нас будет все больше и больше. Нам много вообще людей, мы не первые. Вы, вот, первый человек. Я здесь сижу 10 минут, он пришел, у него тоже есть билет. Мне брат позвонил из Москвы и такой, блин, Тань. Елки-моталки. Я не ожидал, я был уверен, что первый, кто появится, будет без билета. Но, видимо, все русскоязычные в этом городе на Ламаре. Так, а что бы они тут делали? Местное население. Послушай, ну, должны быть люди, которые читают мой твиттер и которые не собирались даже на Ламаре, может, у них денег не было, там, не было инфы. Так-то мне неудобно, что мы сидим, а вы стоите. Давайте. Я понимаю, это я как-то, я не знаю, как здесь с гендерными стереотипами, брата. Это Скандинавия. А, вы не местные. Откуда вы? Нормально. Я в Лондоне. А ты? В Праге. О, еще один крутейший город. Давайте, может быть, мы вам притарабаним кресло, раз уж так вышло. Я просто, мне через 15 минут нужно в любом случае валить. Нам тоже. И вам тоже, соответственно, пает. Все, нам уже не проебать концерт. Сейчас, одну секунду, ребят. Раз, два. Так, ну что, I'm back. Так, я не могу, к сожалению, со всеми общаться одновременно, но я постараюсь. Так, еще раз имена. Это Стас, это Мирон. Таня. Таня и Катя. Катя, очень приятные, девчонки. Так. Лондон, Прага. Лондон, Прага, да. Питер, ну, слэш Лондон в прошлом. Так. И Рига, слэш Ростов. А, Рига, да? И Ростов. Слушай, как там кофейня Джонни Боя поживает? В душе не знаю, я живу там полтора года. Я уже приехал из Ростова, работаю в Риде. Ты из Ростова, значит? О! Найс. Мы только что начали работать с одним ростовским артистом по имени Мэй Уэйвс. Он очень крутой. Всячески рекомендую, пиарю. Гангшит пишет Андрю Кошкин. Тебе тоже. Так. Ну, это чувак, который у нас работает. Так, так, так. Есть, конечно, половина знакомых тоже на стриме. Да. Расскажи про самую песню, которую ты больше всего ожидаешь услышать на концерте Кендрика. Слушай, я не буду оригинальнее. Это будет «Бэксит фристайл». У меня с этого началась любовь к Кендрику. И, кстати, на Кендрика меня посадил мой диджей, битмейкер и друг Порчи. Вот, изначально. Я не сразу покурил. Это было в конце 13-го. Но вот. А вы что ждете? Я просто все. Я Монич Рис жду. Вот я вот с этой песней тоже. Круто. У меня «Свимин Кулс» вообще. Тоже, да. Я напиздил. На самом деле, у меня «Свимин Кулс» был первый трек. Мне его показал Маркул на балконе в Лондоне. Потому что у меня всегда все на балконе происходит. У меня почему-то ассоциация Никиты Михайловича Ламарова. А, это был вайн такой? Да, это был вайн. Гениальный вайн абсолютно. Да, да, да. Это правда. Так, тут пишут, что Джонни закрыл кофейню. Ну вот. Ну, блин. Так. О, тут отличные комплименты подъехали. Девка зачетная. Это, видимо, твой адрес, потому что я сейчас тебя не снимал, так что полагаю, что это тебе. Либо мне, или вы Стасу. Надеюсь, что все-таки нет. Надеюсь, что нет. Так. Кто-то пишет, свинпу, ха-ха-ха. Нет, братан, это название трека. Это просто не была шутка. Общаешься ли с Хабанским? В данный момент нет. Уже достаточно давно не общаюсь. Как-то так вышло. Но иногда вижу его на всяких видео из интернета. Мирон, вы слабо КПСС ведете общение. Как-то очень много дублируются буквы. Нет, не ведем. А почему у нас Стокгольм? Почему в Стокгольме решили? Ну, близко. Можно в Берлин было? Да, мы живем между Берлином. Остово мы еще. А что? Кто попадает на выходные и как бы сработает. Я никогда не был вообще в Стокгольме. То есть я был только в Финляндии. Не знаю, ты считаешь Стокгольм? Ну, в Финляндии, да. Ну, мне показалось дико скучно в Хельсинке. Вот не знаю. Посмотрим сегодня, что здесь там готовят. А почему вы решили все-таки в Стокгольм, а не в Берлин? Ну, потому что удобно совпадало. Как-то и рабочий день, и пятница, и... Ну, понятно. У меня, в принципе, то же самое. То есть у меня еще по дате очень хорошо получилось. Нет, в Риге час лететь. Так, Аня Косинская пишет, нет. Я не понял, о чем шла речь, почему нет. Но я принимаю, что нет. Скандинавия... А, Скандинавия – это Дания, Норвегия и Швеция. Это Финляндия, не Скандинавия. Все, спасибо. За данный географический экскурс. Ну, схоже, да. Это да. Так. Сколько у нас осталось? Наверное, минут 5-10. Ну, ладно, тогда я просто его кому-нибудь отдам. Я буду стоять и кричать. Кому билет? Бесплатный. Кому бесплатный билет? А люди будут, наверное, чувствовать наебку и будут бояться подходить. Тем более... Я тоже подумала. Европейцы пугливые, знаешь. Ну, я их знаю, все-таки я среди них долго жил. Подумаю, где-то есть какой-то... Сделал очень английский акцент, и ты... Yes, yes, good sir. I do have some tickets tonight for this excellent show. Yes, yes, no. Так. Сори, что я одновременно на два фронта. Да. Я просто буду антисоциален либо там, либо тут. Так, Исландия еще. Исландия тоже Скандинавия. Да, нет. Вопрос на таком географии. Наверное, нет. Нет, нет. Исландия далеко. Она далеко, но как-то она... Ну, да. Исландия – это Исландия. А Гренландия принадлежит... Дании. Дании. Вот. Короче, сегодня уроки географии занимаются. Это правда. Но, как говорил Фамусов из «Горья Тома», зачем география, когда извозчики есть. Короче, кто-то из «Горья Тома» это говорит. Привет, Салматы. Обратку, в обратку летит Салам. Кто из «Окситабора» на концерт идет и кто не пошел? Кто не пошел в секрет? На самом деле, здесь находится Женя, а и Кристина, которая работает с Женей. Остальных вы не знаете из тех, кто со мной вместе на концерт идет. Это не «Окситабор». Так. Вообще, забавно. Это реально никто не придет за ним. Эх. Короче, акция не удалась, походу. Нужно было пораньше. Нужно было пораньше, но я спал. Пораньше, мне кажется, толпа бы собралась. Тоже ничего страшного. Неудобно было бы и отель. Ну, это же верно. Мы в Нью-Йорке. Я в Нью-Йорке такой провинул спонтанно просто типа в баре. Я посел в баре, просто выложил адрес бара. Элеонора, я прочитал то, что ты написал. Вот, и пришлось, ну, я не помню, от 50 до 100 человек в итоге нам пришлось. Просто нас выкинули. Но это было очень клево. Очень приятные все были ребята. Тут уже вообще супер. Так. «Блин, надо до Берлина лететь, посмотреть на Кендрика». Да, я думаю, что это хорошая идея. Ну, да, это же самый лучший его альбом получается. А ты имеешь в виду... Нет, ну, как бы Worldwide. Как бы, не только мое мнение. Последний альбом? Да, да, да. Считается, что он самый успешный. А, успешный с точки зрения коммерческого или... Ну, как бы, культурный фтат. Окей. Слушай, я не знаю, для меня все равно этот Мэтт Сити. Я в этом смысле... Но он только мега крутой. На самом деле, он вообще не сдаёт позиции. В этом, как бы, его крутость. Диджей Бабич, салют. Салют, Краснодар. Так. Субец считается, что он эволюционирует. Ну, сто процентов. Ну, типа, можно... И поэтому он считается лучше. Да. Ну, я не знаю, что считается. И своего. О, Ксюша, привет. Мирон первый в мире блогер-стендапер. Такое себе панч. Но... Что за пушок на голове? Это называется остатки волос. Ну, да. Ну, типа, можно понять, например, там, Ламар 14-го года, там, 13-го. Вообще, ранненький, там, Кей Дот, он, как бы, очень сильно отличается от того, что сейчас это... И он тогда крутой, и сейчас крутой. Ну, короче, ладно. Я что-то превращаю в какую-то осанну Ламару, но он реально наш... Наше солнышко. Красное солнышко. Так. Моя сестра побывала на твоем концерте. Я плакала, потому что не смогла. Слишком сильные эмоции. Слишком сильные эмоции для концерта. Ну, концерты бывают часто. Так. Я вас, кстати, не задерживаю еще? Я не засекал время, но мне кажется, что сейчас почти прошло время, чтобы... На метро 20 минут доехать. На метро? Не, она так, собственно. О, Эдди, здорово. Дочь на ногу. Возгид, альда, возгид. Ты облысел или постригся так? Все, главное, да. Пишем, главное, да. Есть ли опция типа и то, и то, третье? Я плакала на концерте. Власова, на концерте можно плакать, но не плакать из-за того, что ты не идешь на концерт. Кто-то мне пишет, свет неправильно. Ну, извините. А, это пишет мне Виктория. Ну, потому что ты профессионал в съемке. Я не знаю, как нужно было сесть как-то вот. Короче, это слишком уныло. Да, я за, как это, как это, fresh out of bad look. Груйси фонтьеста, груйси аухонтьеста, дега. Так, Вали уже Кендрик ждет. Это правда. Он не может начать, пока я не приехал. Собственно, мне нужно сегодня сделать то, что вы всегда со мной делаете. Мне нужно прийти на концерт и написать в твиттер, тегнув его, слышь, пидор, ты зашел? Так вот, я повторю его, как настоящий зануда. Я приду и напишу, тегнула Мара со словами, слышь, пидор, выходи, где, почему так долго? Я уже зашел. Так, батлиться с гуфом будешь. Нет, не буду, не буду батлиться с гуфом. Мирон, посмотри, пожалуйста, у Кендрика секреты шоу, подсмотри. Я, собственно, только здесь за этим, Ксюша, ты понимаешь, я же хитрый представитель одной национальности. Оказывается, Окси не лысый, да елки-палки. Есть какая-то еще тема. Ну, как бы, можем, в принципе, продолжать. Смотрел фильм «Черная пантера»? Нет, еще не смотрел. Вы смотрели? Нет. Говорят, что он объективно крутой. Мы, наверное, сегодня тоже его послушаем немножко. Когда домой? Скоро. Скоро, скоро. Как тебе батл «Грязного, грязного рамир» с Энди Картретта? Уже отписал в твиттере на эту тему. А какой самый любимый твой рэпер? Вот ты из иностранных. Ну, слушай, это такой вопрос, знаешь, что-то из разряда... То есть, он нормальный вопрос, но... Группа людей или... Очень много. Ну, типа, я люблю вообще хип-хоп в целом. И новые, и старые, и мне очень тяжело будет. То есть, ну, наверное, там, ну, Кендрик там в топ-10, но там, не знаю... А топ-3? Как вот у тебя? Ну, типа, с точки зрения техники, меня поражает Гетц до сих пор из Англии. Вот, он как бы не супер известный, но он такой король в тени, как бы. С точки зрения, я даже не знаю... Ну, да, больше андеграунд. Ну, это не так важно, на самом деле, андеграунд или не андеграунд. То есть, ну, блин, столько крутых рэперов просто, если начать перечислять... На данный момент, мне кажется, это так. А, на данный момент? Да. Потому что у меня там в кумирах там Биг Гэл тоже присутствовал, ну, и Пакс Биги, это тоже не... И, естественно, Минем, как бы, очевидно. И немецкий рэпер Саваш, это те, кого я всегда называю, потому что они больше всего на меня повлияли. Вообще, куча немецких рэперов. Блин, на данный момент... На данный момент мой любимый рэпер. Ёлки-палки. Трил пил, конечно. Нет. Я не знаю. Надо подумать. Кто меня по-настоящему в последнее время... Меня очень сильно восхитил Джойнер Лукас в последнее время, который сделал этот трек I'm a racist. И сейчас выпустят трек Eclipse с Крис Брауном. Не то, что он мой любимый рэпер, но он меня больше всего поразил из новых, потому что он как какая-то гремучая смесь. В нем есть и от Ламара что-то, и от Эминемы, и при этом он другой. И это как бы очень круто. Вот. Я за ним очень плотно слежу. Варум листу моими месседжес нехт? Спрашивает меня чувак по-немецки, почему не читаю его сообщения. Чувак, я тебя не знаю, и я просто не сумел бы физически прочитать все сообщения. Вообще, как бы, в личке очень-очень редко появляюсь. Хаотически просто выбираю сообщения от красивых девушек, разумеется. Так, когда фит с Трилпилом? Он слишком крут для меня, я не уверен, что... Ну, было бы круто записать фит с Трилпилом и с этим MDNC Павловым, который первый, по-моему, русский рэпер, которому за 50, который из звуков, ну... и назвать его три поколения. Мирон слушает ли ты свои треки? Нет, я не слушаю свои треки, но не потому, что я, как это, выделываюсь, потому что я их так много слушаю на стадии сведения, что я потом их просто не воспринимаю, не могу... У меня вызывает ужасное раздражение, если я слышу собственный трек, и всегда пытаюсь его выключить, если он где-то звучит. Вот. Ну и немножко как-то стесняюсь тоже. А ты тоже идешь, получается, на концерт? Да, да, да. Я уже был на полпути, я уже ехал в метро, мне прочитал в Твиттер, написали в Телеграм, что бросай все, езжай обратно. Ну, короче, да, я еще так объявил Стаса победителем, но потом выяснилось, что... У него. Что у него есть билет. Короче, все, походу, наша сегодняшняя, наша акция не получилась, она провалилась. Закончилась, не успев начаться. Она закончилась, не успев начаться, но, может быть, мы придумаем что-нибудь по дороге. Ты давайте вместе погоним на такси? Или какие мысли? Да, давайте. Можно, наверное, Uber даже закрывать. А, ну для этого мне нужно остановить эту трансляцию. Так, все, ребятки, короче, вам нужно... А вы тоже здесь, что ли? Мы руками в соседнем. Да, напротив. Как вам удобнее? Можем по отдельности? Я не навязываюсь. Нет, нет, нет. Наоборот, мы пришли, потому что веселее. Мне тоже так нравится. Это мой первый раз, поэтому... Я тоже, я еще ничего не видел. Я тоже. Короче, все фаны Ламара. Да, Ламар применялся такой. Вообще, просто он собирает... Крутость. Но это круто, на самом деле. Да, да. Сюрный момент, что он собирает русскоязычных, даже не зная об этом факте. Я такого же масштаб, конечно, иного совершенно рода, чем у нас, у русскоязычных раперов. Проводи эфиры чаще. Нет, я думаю, что на этом я закончу. Зачем? Зачем вот этот вот... Этот вид снизу регулярно, мне кажется, это... Вот, наконец-то, пошел нахуй, пидор. Я ждал этого... Первый, по-моему, негативный, ну, либо я пропустил. Спасибо, чувак. Я именно это сейчас и сделаю. Я пойду нахуй, то есть я выключу эфир. Я выключу эфир. Все, ребятки. Мир. Всем уважуха. И я вам расскажу, как закончилась эта история потом в Твиттере. Peace. Разумеется, эту трансляцию вывесит на Инстаграм, на Ютуб какие-то уроды. Влепит туда, в начало, какую-нибудь рекламу, в каком-нибудь казино. Вот. И потом мне будет стыдно. Ну, такова жизнь. Поэтому я больше выходить не буду. Все. Всем мир. Peace. Иди нахуй, еще один. Чувак решил еще. Знаешь, он примазался к правильному решению другого. Да. Peace. Вам тоже респект. Пока-пока.